Аллахот Благословение Вопрос Когда я кушаю хлеб, когда я должен делать на теляте дайм, когда я от теляте дайм освобожден? Говорит Аллаха, если человек кушает хлеб меньше, чем Казаид, то он освобожден и от теляте дайм, и от берката Амазон. Только говорит о муци лехем минаарец. Это по букве закона. Но человек, который устрашивает закон и сделает на теляте дайм, даже когда кушает хлеб меньше, чем 27 грамм, благословение он не говорит, но без разрешения он за это получит благословение от Всевышнего. Человек, который кушает от 27 грамм, от 1 казаица до 2 казаицев, до 54 грамма хлеба, тогда он сделает на теляте дайм, но благословение не говорит. То есть сегодня это примерно пол питы, или когда хлеб нарезаем, 1 ломтик хлеба нарезанного хлеба, человек, когда его есть, 1,5 ломтика, до 2 ломтика хлеба, до 1 питы, меньше даже, чем 1 пита, он говорит там, Амуцилех и Минаарец, на теляте дайм перед этим делает, но благословение не говорит. И говорит Биркат Амазон тоже. Если он кушает уже 2 кусочка хлеба, 1 питу, то есть больше, чем 54 грамма, тогда он делает на теляте дайм с благословением, Амуцилех и Минаарец, и Биркат Амазон тогда у него поторит. Сколько нужно помыть руки? Говорит Аллаха, когда у человека нет проблем с водой, чем больше человек льет воду на руки, тем больше благословения он получит. Поэтому нужно полить всю руку, но очень важно, чтобы человек полил руку так, чтобы все части кисти были покрыты водой. Поэтому пальцы нужно раздвинуть, и руку нужно поворачивать, когда я наливаю воду. Но если у него воды недостаточно, тогда достаточно помыть только пальцы на обоих руках, и даже помыв пальцы, он уже может сказать, не телят я дайм. Барупадунай лаулам, амин ве амин.